Всего за 12 лет проведения конкурса дипломных работ на пресс-главы в нем приняли участие 400 студентов, 170 из них получили дипломы. В этом году было выставлено 26 работ. Темы были самые разные, к примеру, речевая зарядка на уроках русского языка или проблемы трудоустройства инвалидов в России. Вообще в конкурсе дипломных проектов два направления, гуманитарное и техническое. Вячеслав Кабанов выбрал второе. Его работа называлась «Разработка автоматизированной системы управления пуском установки предварительной дебутонизации сырья». И, как признается молодой человек, дипломный проект помог ему устроиться на хорошую, высокооплачиваемую работу. Я работаю непосредственно в области, связанной с моей профессией, на которой я обучался 5 лет. На данный момент работаю от АНЭКа. Непосредственно моя должность связана с проделанной мной работой. Конкурс проходил в два этапа. Сначала лучшие проекты выбирались на уровне учебного заведения. Потом нужно было защититься перед членами комиссии, практикующими специалистами. Причем не просто защититься, а доказать, что этот проект может быть реализован у нас в городе или на предприятиях химической и нефтяной промышленности. Примеры есть. Один-два каждый год, они в любом случае бывают. У нас практически ежегодно почти по заказу информационного центра нашего выполняются работы. То есть работы в области информационных технологий, облачных технологий, начиная вплоть от элементарного составления расписания, заканчивая до, скажем так, логистики и выстраивания рабочего дня сотрудников каких-либо организаций. Авторами лучших проектов стали 25 молодых нижнекамцев. Их сегодня наградили дипломами и поощрили материально. Заместитель главы Эльвира Далаткайзина не раз повторила, что гордится молодыми нижнекамцами. В нашем городе создана прекрасная площадка для реализации самых смелых проектов. Мы должны гордиться своим городом и перестать клевать его, в том числе и ВКонтакте. Сегодня, перед тем, как к вам идти на встречу, я тоже такая же, как вы интернет-пользуете. Конкурс дипломных работающих в Санкт-Петербурге еще проводится, как и другие проводят. Я пролистала несколько страниц в Яндексе, в поисковике. Нигде не проводится конкурс дипломных работ. Никаких городах. Конкурс действительно уникальный. Иначе он бы не смог просуществовать 12 лет. И с каждым годом интерес к нему растет. А участники для дипломных проектов выбирают все более сложные темы. Хочется быть примером, в первую очередь, для других. И, может быть, для родных, чтобы они ценили и видели то, к чему я стремлюсь и чего достигаю. Алсу Юматова, Евгений Лызаев, Новости НТР.